Всем привет, друзья! Сегодня я представляю вам такой автомобиль, как Toyota Camry 2018 года выпуска. Нет, это не та новая, которую все сейчас ждут. Выражаю благодарность автосалону Челны Супер Авто за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля. А также я вам расскажу некоторые особенности эксплуатации и историю. Стоимость на данный автомобиль начинается с отметки 1 миллион 377 тысяч рублей. Это официальная информация с сайта. За комплектацию стандарт, двигатель 2 литра, автомат 149 лошадиных сил. Вообще какие комплектации существуют? Это стандарт, стандарт плюс, классик, комфорт, элеганс, элеганс плюс. В нашем случае это эксклюзив, 2.5, 181 лошадка, стоимость 1 миллион 715 тысяч рублей. Затем идет комплектация Престиж и Люкс. Люкс, двигатель 3.5, 249 лошадиных сил, стоимость 2 миллиона 3 тысячи рублей. Toyota Camry производится на заводах в Японии, США, Австралии, России и Китае. По состоянию на 2015 год выпускается седьмое поколение автомобиля. Непосредственно в зависимости от источника и поколения модели автомобиль относится к среднему или бизнес-классу. В Европе Camry не пользовалась спросом и с 2004 года ее поставки на этот рынок, к сожалению, были прекращены с расчетом на продвижение модели Toyota Avensis. В России, на виду с другими автомобилями фирмы, модель пользуется стабильным покупательским спросом. В связи с чем в 2005 году начато строительство сборочного завода в поселке Шушары. 21 декабря 2007 года завод выпустил первый автомобиль. В России обновленная Toyota Camry XV55 поступила в продажу в середине апреля 2017 года. Изменения затронули как внешность, так и оснащение бизнес-седана. Во всех комплектациях Toyota Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с Regans Plus в оснащение входят LED-фары ближнего света. Кстати, они просто прекрасно освещают дорогу. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом. С обновлением стал также доступен стайлинг-пакет Premium, который включает решетку радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворотов, интегрированные в передний бампер. Toyota Camry Exclusive, как в нашем случае, получила все опции пакета Premium наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Это просто невозможно заметить огромный экран мультимедийной системы. Сейчас салон популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей. Camry для российского рынка выпускают на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Автомобиль предлагается с бензиновыми моторами 2 литра, 2,5 и 3,5. Мощность 150, 181 л.с. и 249 соответственно. Все двигатели агрегатируются только с автоматическими коробками передач. В начальной комплектации Standard седан предлагает диски из легкого сплава 16 дюймов, включая запаску, складывающиеся электрозеркала с обогревом и указатели поворота диодные, цветной многофункциональный дисплей на панели приборов 4,2 дюйма, мультируль аудиосистема CDMP3WMA с 6 динамиками, AUX и USB двухзонный климат-контроль. Приятными мелочами станут и такие функции, как индикация низкого уровня омывающей жидкости, запуск двигателя с кнопки, штатная сигнализация, обогрев рубового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев передних сидений, дополнительный воздуховод для второго ряда сидений. Более топовая комплектация Standard Plus включает мультимедийную систему Touchscreen 2 с дисплеем 6,1 дюйм, камеру заднего вида, Bluetooth и кожаный руль. В версии Classic имеются кожаная обивка сидений, электрорегулировка сидений водителя 8 направлений и пассажира 4 направления. Дальнейшее оснащение добавят омыватели фар, беспроводное зарядное устройство, отделку салона вставками под дерево, ионизатор воздуха, а в комплектации Elegance Plus диски 17 дюймов, система без ключевого доступа в салон, запуск двигателя с кнопки, подогрев задних сидений. Уже комплектация Prestige это трехзонный климат-контроль и задние сидения с электрорегулировкой и подогревом. Комплектация Luxe среди прочих функций предложит солнцезащитную шторку заднего стекла с электроприводом i-Versi Exclusive, хоть и немного уступает комплектации Prestige Luxe, но имеет в своей особенности мультимедийную систему на платформе Android с навигацией дисплей 10 дюймов. Ходовая часть Toyota Camry включает независимую подвеску MacPherson спереди и двухрычажную на продольных и поперечных рычагах со стойками MacPherson сзади. Рулевое управление оснащено электроусилителем. Автомобиль имеет отлично настроенную и сбалансированную ходовую, которая обеспечивает плавный ход и улучшенную комфортность, а также устойчивость на высокой скорости. Если же говорить о безопасности, то начальная комплектация Toyota Camry предложит фронтальные боковые подушки безопасности, систему крепления ISOFIX, антиблокировочную систему тормозов с электронной системой распределения тормозных усилий, усилитель экстренного торможения, система бросовой устойчивости с функцией отключения системы стабилизации. Безусловно, хорошим дополнением к этому списку служат датчик света, передние и задние датчики парковки, конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи. О плюсах Toyota Camry говорить можно бесконечно, так как в России эта модель завоевала огромную популярность и в первую очередь ценится за высокую надежность. В России данная модель считается довольно престижной и ликвидность авто довольно высока. Ну а к недостаткам можно отнести уменьшившийся по сравнению с прошлым поколением Camry объем багажника, который еще меньше на авто в самой дорогой комплектации, большие крены в поворотах, что, впрочем, является нормальным явлением для Camry, высокую стоимость дополнительных опций у официальных дилеров. Отделку интерьера в стиле более дорогих автомобилей, но не дотягивающую своим качеством до их уровня, несколько неудобное расположение отдельных регуляторов и чуть более жесткую подвеску. В конкурентах значатся Volkswagen Passat, Nissan Tiano, Ford Mondeo, также Skoda Superb, Mazda 6 и Honda Accord. Продолжаем обсуждать недостатки данного автомобиля. Это невыраженная боковая поддержка стене водителя. На этот момент жалуются очень многие владельцы. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей. Абсолютно не хватает обратной связи от рулевого управления при проходе связки острых поворотов. Нужно все-таки брать в расчет, что это не основная дисциплина данного автомобиля. Кто-то из владельцев отмечает раздражающую подсветку и плохую устойчивость в колее. Еще минусы. Иногда в солнечный день плохо видна панель приборов. Задние стени нельзя сложить, чтобы перевести что-то габаритное. Расположение рычажков открывания багажника и рючка бензобака непродуманное. Они находятся возле порога водительской двери. В связи с чем зимой на них попадает грязь с обуви. Камера заднего вида находится в самом загрязняемом месте. Возле номерного знака. В непогоду она настолько сильно пачкается, что картинка полностью пропадает. Неужели так сложно было сделать ее выдвижной? В BMW же до этого додумались. Парктроники в этом автомобиле тоже почти бесполезны. Они срабатывают буквально за несколько сантиметров до препятствия. Кто-то отмечает, что здесь установлен достаточно неудачный задний подлокотник. По сути это даже не подлокотник, а подставка под стаканы. И действительно я проверил, облокачиваться на нее не очень удобно. Вы знаете, этот автомобиль действительно настолько надежный, что просто от каждого слышишь, насколько крутая эта Toyota. Но она очень-очень скучная. А вы знаете, что Toyota настолько надежная машина, что ее можно и не обмывать после покупки. Что касается технической составляющей, здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель. Рядная четверка. 16-клапаны. Система питания двигателя. Распределенный в крыльях топлива. Расположение двигателя. Переднее, попречное. Объем 2,5. Мощность 181 л.с. Силокрутящий момент 230 мм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 210 км в час от 0 до 100 км в час за 9 секунд. Расход топлива в городском цикле до 11 литров на 100 км в пути и в загородном цикле 6,2. Длина данного автомобиля составляет 4850 мм. Ширина 1825 мм. Высота 1480 мм. Колесная база 2775 мм. Клиренс 160 мм. Диски 16 дюймов. Размер шин 215 на 60 и 17 дюймов 215 на 55. Объем топливного бага составляет 70 литров. Снаряжная масса данного автомобиля составляет 1540 кг. Полная масса 2100 кг. Автомат шестиступенчатый. Привод передний. Объем багажника один из самых лучших в классе 506 литров. Тем, кому интересно, обозначение данного двигателя 2,5-181 лошадка 2АР-ФЕ. Двухлитровый и, соответственно, 150 кг. Обозначение 6АР-ФСЕ. И в топе 3,5 литров 249 кг. Обозначение 2ГР-ФЕ. Если все-таки посмотреть и прорыть все форумы, то понимаешь, что недостатков у этого автомобиля практически нет. Если, конечно, не брать отдельные придирки владельцев. Ведь, по сути, с технической точки зрения, не подкопаться к автомобилю. Поэтому она очень ликвидная. Ее всегда быстро забирают. Несмотря на то, что автомобиль будет битый, перекрашенный. Возможно, даже будет что-то с коробкой и с мотором. Все равно заберут. Вот такая, по сути, вечно молодая Камри. Интересная как внутри, так и снаружи. Для кого как, конечно. Действительно, автомобиль интересный как внутри, так и снаружи. Автомобиль определенно рассчитан на ценителя. Да и простой обыватель будет радоваться каждодневной эксплуатации этой Камри. Я думаю, еще не появилось такого автомобиля, о котором слагают легенды, как о Камри. И для меня остается загадкой и секретом. Как так? Почему все хотят Камри? Почему это предел мечтаний многих автомобилистов? В комментариях вы можете ответить на этот вопрос. Ведь сейчас, даже передвигаясь по улицам нашего города, по сути, именно вот этих Камрюх стало больше, чем привор, чем классики, чем любого автоваза. Как так? Почему покупают Камри? Семейные пары, молодые люди, даже уже в возрасте мужчины обращают внимание на этот автомобиль. Почему он так популярен? Есть же и недостатки, есть какие-то определенные нюансы технические именно по эксплуатации. Но действительно влюбляешься все больше и больше каждодневно в этот автомобиль. Вот такая интересная внутри и снаружи Toyota Camry. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за комментарии, за лайки, за поддержку, за то, что вы делитесь моими видео. Я надеюсь, что подписчиков будет еще больше. С моей стороны я постараюсь выкладывать на канал более интересный контент. Будут автомобили, грузовые, спецтехника, будут фуры, автобусы, мотоциклы и прям уж вообще хардкорные проекты. Еще раз всем огромное спасибо за поддержку, за подписку. Для меня это самое главное. Всем удачи. Пока. Пока. Подписывайтесь на канал. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok